всем здравствуйте я нахожусь сейчас утра 9 утра по университете берлан в тель-а-виве от дискотнических университетов израиля здесь сегодня состоится конференция seo vd это поведенческая автометрия ее проводят каждый год во многих странах мира и включая израиль я здесь вот здание нанотехнологий конференция начинается 9 утра продлится целый день вечером будет полужин не веришь ему останусь очень интересные заявлены семинары и мастер-классы и конечно лекционная часть начала в 9 сейчас будет прием кофе и потом расскажу что будет дальше какие лекции мне понравились что новое узнала и как развивается оптометрии в этом исправлении закончилась конференция вот такие вот выдавали слушателям наклеечки с именем вот хочу рассказать о трех лекциях которые мне понравились хочу сказать про что они были я сейчас нахожусь в кампусе университета где проходила конференция вот так он выглядит кампус университета есть разные есть несколько кафешек но он большой здесь шаттл даже есть бесплатный что можно доехать из одного конца в другой в принципе такое зеленое красивое ухоженное первая лекция которая мне очень понравилась ее озвучил и выдавал профессор кеннет козло он меня обучал когда еще я была студенткой закончал 2006 он до сих пор ведет лекцию и практику такой интересный человек много профильный многознающий кеннет козло профессор козло рассказывал про то как связана бинокулярная система со способностью к обучению и демонстрировал огромное количество клинических исследований которые подтверждают связь между неуспеваемостью в школе неуспеваемости в университете и функциями бинокулярной системы то есть перед тем как отправлять ребенка к неврологу к психологу и ко всем другим важным специалистам необходимо убедиться в том что проблема в обучении проблема с чтением проблении проблема с тем как воспринимается информация это не проблем бинокулярной системы как например в синдром как например конвергенционная комбинационное нарушение то есть необходимо провести все необходимые тесты все необходимые исследования функции бинокулярной системы для того чтобы исключить факт зависит этой системы и только после этого уже искать проблему где-то еще более того есть прямая взаимосвязь между дислексией и бинокулярными нарушениями и часто ставят ошибочный диагноз дислексии тогда когда на самом деле есть бинокулярное нарушение и в случаях когда действительно дислексия подтверждена но вместе с этим есть и бинокулярные нарушения когда мы лечим бинокулярные нарушения симптоматика по дислексии или глубина дислексии она снижается об этом была речь и про эффективность визуальной терапии в случае бинокулярных нарушений то есть наша классическая визуальной терапии которой я эту виду речь уже нет второй семинар и вторая лекция которая тоже мне понравилась была очень интересная хай шейман эту лекцию читала она касалась неврологической обработки зрительной информации то есть какие именно зоны мозга отвечают за какую именно обработку зрительной информации о том что 80 процентов на восприятие происходит через мозг о том что то что мы слышим то есть аудио информация она зависит от зрительной информации если мы голоса закроем и откроем то мы будем по-другому по-разному слышать звуки и воспринимать эти звуки о том как стереозрение влияет на то опять таки как мы воспринимаем зрительную информацию точнее как стереозрение влиять на то как мы можем ее не воспринимать правильно если у нас локальное или глобальное стереозрение нарушено о марва и парва целлюларных зрительных потоках о том какие зоны мозга обрабатывают могу порвала и как она связана такая большая лекция о популярной неврологии или неврологии для оптометриста чем просто обычной стандартной лекция очень очень интересно оптометриста обязательно должны знать и и конечно офтальмологии безусловно про высшие отделы зрительные обработки этой информации выше делом мозга имеется ввиду и взаимосвязь между теми или иными отделами и еще одна лекция которыми тоже очень понравилось доктор роберт ледерман и и читал она касается того как происходит обработка зрительной информации когда мы пишем когда мы переписываем текст списываем его и когда мы пишем диктант то есть это абсолютно разные зрительные задачи это абсолютно разные задачи для мозга и когнитивные задачи то есть когда мы просто пишем у нас одна зона мозга работает когда мы переписываем здесь включаются дополнительные области мозга и конечно это зависит от того насколько мы хорошо конвергируем дивергируем сакады как у нас работают как мы можем перенести взгляд гибкость аккомодации гибкость виргенции тоже влияет на этот процесс и многие другие функции влезут процесс насколько мы правильно пишем то есть правописание тоже очень сильно зависит от того как правильно или неправильно насколько правильно и хорошо работает наша бинокулярная система и шла речь от о координации рука глаз когда мы понимаем левую и правую сторону себя латеральность и когда мы понимаем левая и правая сторона в пространстве direction называется об этом шла речь очень интересно опять-таки все лекторы кроме того что озвучивали как саму проблему и на что она влияет шла речь о том какие тесты применяются для выявления как диагностировать ту или иную проблему как латушифицировать как ее лечить то есть опять таки какими методами визуальной терапии применяются в том или ином случае также проводилась и проводились мастер-классы где новые или недостаточно широко распространенные методы визуальной терапии применяются клиницистами и как их надо правильно применять и в каких случаях то есть такая конференция хорошая практически полезная то есть бывают конференции когда я оттуда выхожу и какую практическую значимость она мне дает то есть что я чему я научилась и что могут этого применить в практике не совсем понятно эта конференция мне очень понравилась потому что она очень 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 практично это здесь точно понятно что делать как делать зачем делать список литературы был предоставлен большинство из которых у меня есть эти книжки или тесты некоторые можно еще или пить книжки и почитать еще хотела показать это к семинару не относится вообще никаким образом показать как выглядят студенческие общежития сейчас покажу студенческие общежития этого такого доме который находится внутри кампуса в этом домике комнатки комнатки можно сравнить с комнаткой гостиницы то есть там сама комната своя душевая туалет понятное дело и мини-мини крошечная кухонка в каждой каждой комнатке это право на территории кампуса все здесь вот так вот красивенько вокруг ухожено чистенько там он даже какой то есть фонтанчик судя по звуку точно вот он фонтанчик вот так вот выглядит территория и так вот выглядит 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 вот так вот жилые дома и вот это уже лекционные дома то здесь на территории кампуса раскиданы и житьё-бытьё для студентов и естественно уже где они будут учиться я довольна мне было интересно надеюсь это видео вам тоже будет интересно спасибо и до новой встречи и астегматизм вместе преодолеет пессимизм слабость конвергенции и диплопия защита глаз отнюдь не утопия